Вот получилась такая шапочка. Уже прекрасная коробочка. Теперь этап. Начинаем с цветочков. Самое главное у нас в композиции и вообще во флористике мы начинаем на работу с самых крупных цветов. В нашем случае это такая розовая гортензия. Она будет акцентом нашей композиции. Знакомьтесь, это Наталья, дипломированный специалист по флористике. В ее руках простой стаканчик из-под кофе с добавлением пару сухих цветков, которые можно собрать даже по дороге на работу, превратится в красивый букет. Она знает много тонкостей в создании необычных композиций. Как сочетать несочетаемое или добавить деталь, которая мгновенно преобразит весь букет. Вот такой букетик у нас получился. Я его откладываю в сторону и готовлю для букета такую одежду. Драпируем ткань. Я выбрала вот такую фисташковую бумагу, чтобы подчеркнуть цвет вот этих красивых тюльпанов. Бумага обязательно не должна быть ярче цветов. Она может быть в нейтральных оттенках или пастельных. Флорист – интересная и очень творческая профессия. Она идеально подходит тем, кто любит цветы и праздники. И, безусловно, это одна из самых красивых женских специальностей. Тельмерия у нас очень нежная, поэтому ее очень аккуратненько в пиафлор. Получилась у нас вот такая композиция. И приступаем к укладке печенья. Современному флористу недостаточно составлять композиции из обычных цветов. Для полноценной работы необходимо использовать все разнообразие растительного мира. Ветки кустарников, засушенные листья, мох, корни. Букет должен быть не просто красивым, он должен быть оригинальным. Таким, чтобы его можно было назвать настоящим произведением искусства. И, конечно, букет должен органично вписываться в интерьер и подходить для самого лучшего фото в Инстаграм. Дарья Кривонос, Денис Александрович, СЕФ, информбюро.